На очередном заседании комиссии обсудили меры профилактики наркомании среди несовершеннолетних. В начале заседания глава Анапы Сергей Сергеев высказал ряд замечаний о неэффективной работе комиссии, которая превратилась не в боевой орган, противодействующий наркомании, а в статиста. Такую работу Сергей Сергеев считает неудовлетворительной. Для кого? Для чего это делается? Для того, чтобы галочку поставить? Чтобы вы проверяете наркотическую комиссию? Или для реальной работы? Чтобы с этой заразой можно было бороться? Начальник управления по делам молодежи Александр Козлов в своем докладе рассказал, какие мероприятия антинаркотической направленности проводятся в молодежной среде. Широкомасштабные разовые акции, круглые столы, профилактические беседы. На сегодняшний день в управлении по делам молодежи на учете состоит 42 человека. 34 подростка сняты с профилактического учета. На территории муниципального образования действует сеть досуговых клубов по месту жительства и 24 подростково-молодежных клубов. По состоянию на 1 сентября 2013 года клубы посещают 1361 подросток. Из них 16 несовершеннолетних состоят на межведомственном учете. Все клубы оснащены видеотехникой, что регулярно позволяет проводить интерактивные мероприятия. Еще один доклад от исполняющей обязанности начальника управления образования Нины Филофеевой. В школах сформированы программы профилактики наркомании, в соответствии с которыми разработан план профилактических мероприятий. В каждом образовательном учреждении за организацию этой работы назначены ответственные лица. Большое внимание уделяется школьникам, состоящим на учете. Всего состоит 148 подростков. Из них 82 по ПДН, 66 на внутришкольном учете. Мэр города Сергей Сергеев поручил руководителям образовательных учреждений собрать информацию, сколько их подчиненных имеет вредные привычки. Если классы не повредить курить, особенно женщины, то поверьте, процентов 80 девчат из этого класса будет дружить. В классе 7-8. Потому что они большинство из них у нас заглядывают. И не привлекают аксоритеты. Поэтому вы проведите лиромы и проведите работу среди них. В завершении глава Анапы Сергей Сергеев предложил на последующее заседание антинаркотической комиссии вызывать анапчан, совершивших правонарушение наркотической направленности и административные правонарушения, стоящих на учете наркоманов, а также ответственных руководителей учебных заведений, участковых, квартальных. Проводить подобные мероприятия необходимо максимально открыто. Тогда и эффективность их будет значительно выше. Алина Гумерова, Артем Зиборов, Анапа. Регион.